У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. Сейчас здесь проживает более 200 животных. И в целой серии выпусков мы постараемся максимально близко вас познакомить с обитателями Велеса. Российский карантинный центр таких животных Велес был создан в 2007 году. Тогда он еще так не назывался. Это была просто волонтерская организация, волонтерское объединение. Хотя волонтерское оно и на сегодняшний день, но в 2009 году был центр, образован уже подтверждено его существование как юридического лица. А сколько за это время животных прошло? Наверное, очень большое количество через ваш центр. Можно даже сказать, наверное, все-таки, что тысячами, потому что именно четкой цифры нет. Например, вот только выпускных медвежат было 23 медвежонка. На данный момент в центре 13 медвежат, это если только медведями считать. Вот огромное количество винтовидных собак, хищных птиц. В общем, очень большое, потому что на сегодняшний день почти 200 животных в центре находятся. В центре Велес у каждого животного своя особенная история. Например, этого ослика списали в зоопарке и хотели отдать на корм диким животным. Сейчас у него счастливая семья. Недавно родился малыш, но пока его с мамой отсадили, потому что, как любой отец, он очень грозно воспитывает своего ребеночка. А в этих двух вольерах содержится парочка влюбленных. Как и у людей, у влюбленных мишек случаются ссоры, и сейчас их разделили, развели по разным клеткам. Ну а скоро они по друг другу соскучатся и их вновь посоединят. А по каким причинам чаще всего поступают животные сюда? Причина основная – это люди. Это или люди, которые были за рулем транспорта, или люди, которые забрали дикого какого-то ребенка, животного у мамы, приживой маме, которая просто отошла куда-то. Это в основном северная олень, лоси, вот такая ситуация бывает, капканы, притравочные станции. Вы, получается, их спасаете сами, да, и вот волонтеры ваши спасают, потом лечите. И вот какой процент животных в итоге выпускаете в декурную природу? Можно, наверное, сказать, что процентов 70, кто сюда прибывает, 60-70 выпускаются. Потому что центр тоже не безграничный, и, безусловно, не всех животных, которых просят взять сюда, берем, потому что физически это невозможно. Например, один вольер для медведя, чтобы построить, это 5 миллионов рублей. Поэтому физически неважно. Но центр, поскольку единственный в России, мы стараемся как бы по максимуму принять, кого можем. Но вот на сегодняшний момент, например, в центре два сотрудника и один ветеринар. Все остальные люди, которые помогают, это волонтеры. Знакомьтесь, это лебедь Сергей. С виду кажется, что он очень общительный. Но на самом деле он просто пытается напасть. Животное здесь буквально на каждом шагу. В этом вольере живет очень своеобразная девочка-люминия, лосиха. И вы ей либо сразу нравитесь, или нет. И, как нам сказали волонтеры, если илюминия встанет на задние лапки и пригнет уши, стоит бежать. Ну что, или нет, или тебе яблоко принесет. Сейчас она, наверное, яблоко принесет, потому что она быстрая очень, как в природе. Не успела заметить, как по голове копытом получше. Ну что? Волгом. Если что, придется прибить в домик. Главное, куда прям. Пройти, думаете? Думаете, стоит? Да-да, пока я не буду. Она у нас появилась в 2016 году, в июне. Нам привезли лосенка, которому было полтора месяца. Но 60% как минимум покусаны собаками. Ну, скорее всего, он с мамой шел по лесу. Маму собаки отогнали, она убежала. Лосенка погрызли, лосенка побежал в реку, начал тонуть. Рыбак ее выудил, выловил оттуда, вот сюда, как раз МЧС. Потом МЧС передал, и нам сюда привезли. Ну, говорит, зачем вы будете заниматься трупом? Три раза уже впадала, можно сказать, какая-то вообще как клиническая смерть была. И глюкоза на нуле, пульс на нуле, дыхания уже не было. С ней были ветеринарные клиники на капельницах, на постоянных уколах. Также вот здесь вот так вот вся-вся-вся. Плюс в правой ноге была сквозная дырка, можно вот так вот палец было засунуть. Поэтому мышцы там вообще не было, была выдана голова вся. Поэтому вот у нас такое оригинальное ухо одно, асимметричное. Потом сюда приехали. Также более чем полгода реабилитации, смазывали все раны. К зиме лысый лось был, потому что шерсти не было. Всю зиму в дальнем корпусе в отдельной комнате жила. Каждый день я приезжала, мы выгуливались. У нас была зимняя куртка, потом весеннее пальто, чтобы не мерзло. Тоже так же мы сделали специально зимой 17-го года марафон благотворительный. Был бегу за Велес. Вот как раз вот Алюминька его возглавляла, потому что ей нужно было бегать, потому что у нее не было в задней ноге сверху мышцы. Вот, и нам нужно было эту мышцу создавать, поэтому тут наворачивали круги. Мы за месяц пробежали больше, чем дистанцию марафона, больше 42 километров. Сейчас такая красавица, лось в настроении. Вот, но, к сожалению, не выпускная, но такой достаточно все-таки диковатый, да, Алюминьний лось. Поэтому 100% подомашние лось, они достаточно лояльно ко всем относятся. Алюминьи не ко всем, ну, вам все-таки повезло. О количестве неравнодушных к судьбам диких животных можно судить по дереву желаний. Здесь каждый посетитель Велеса может привязать свою заветную ленточку. Мы последуем по стопам мечтателей и тоже привяжем свою. Мне сказали, что чем выше ленточка, тем больше вероятность, что желание исполнится. Поэтому полезем вверх. Теперь точно сбудется. Сейчас мы идем к среднему поколению лосей центра. Вот это три мальчишки, им сейчас чуть больше года. Это так же, как наша Алюминька, это лосята-сироты с разных частей Ленинградской области, которые прибыли к нам в прошлом году на выкармливание. Все они прибыли в возрасте от недели до двух, ну, совсем в маленьком. Вот, их удалось выкормить. Сейчас такие достаточно уже взрослые дяденьки сейчас их увидим. И это лосятки, которые полностью здоровые, и они пойдут на выпуск в природу. Вот здесь у нас вот как раз вот три лосенка прошлого года рождения, 2017-го. Лосята рогатые, в отличие от нашей лосихи-люминьки. Потому что у лосей, в отличие от северных оленей, у девочек-рогов нет, у мальчиков есть. У северных оленей есть рога у всех. Вот, зовут их Добрыня. Горох, или царь Горох. И малыш Шурик, он же Шурик. По размеру, по весу в лосиной норме. Даже вот у нас Шурик и Добрыня особенно побольше вот этой вот нормы. Горошек абсолютно в лосиной норме. К выпуску готовые. Такие достаточно агрессивные лосята. Хорошо относятся только к тем, кого они хорошо знают. Например, если им даже морковку какой-то посторонний человек даст, то очень большую долю вероятности они ее даже не возьмут. Вот, если этот же человек зайдет за забор, он может не выйти. А что вы делаете, чтобы потом вот их выпустить? Вы, получается, в контакт не входите, да, с ними? У центра абсолютно разные животные на реабилитации с последующим выпуском. И немножко разные принципы. Например, если это медвежата-лисята, это минимальный абсолютно контакт с человеком. Вплоть до того, что если это маленькие, например, лисята в корпусе медвежата, что двери в боксе заклеиваются даже черным полиэтиленом, чтобы минимум они вообще человека видели. Вот. Вот лося такие достаточно специфические животные. Выпускаются они после года, около года, когда им. И в течение этого времени в выкармливании ими обычно занимаются 2-3 человека, которых они хорошо знают, которые у них убирают, которые их кормят. У лосей плюс еще в год немножко затирается память выпуск, когда в лес происходит. Буквально 2-3 дня, все, и они уже в лесу абсолютно адаптированы. Вот мы их стараемся, например, тоже всякие разносолы зимой, например, не давать, а специально зимой даже режем те ветки. Вот, например, у нас тут рядом посадки кормовой кузи-ивы, которая без листьев зимой, потому что следующей зимой они будут абсолютно такую же иву есть сами в лесу. Получается, основная проблема на сегодняшний день – это прокормить, да, живу, это большое количество животных, которые вы уже вмещаете? Это, да, прокормить. И в основном это, да, финансы именно на корм. И также волонтерские руки, потому что у нас, например, в центре 20 копытных, им нужно на кормление веники. Веники волонтеры могут заготовить на холодное время года, и поэтому у нас сейчас пиковый сезон как раз в заготовке веток веников. Поэтому не только как можно финансово с какой-то едой, с лекарствами помочь, но и приехать, и также нашим вениковым бою поддержать здесь. Здесь вот у нас синяя, вот такого вот размера, вот прям вот один в один медвежонок был больше, чем 3 года. Вот, его примерно ровесники вот там вот за сердцем, за значком с сердцем ходят. У синячки, к сожалению, были просто все возможные заболевания, если к человеческому приравнивать, это и гидроцефалия, и воспаление лимфосистемы. Вот именно поэтому вот он такой маленький был. Не знаю, тоже это врожденное какое-то ДНК-заболевание, или из-за того, что все, вот начальный момент взросления он без солнечного света сидел на предравочной станции. Вот, потом в Архангельской области выкупал центр, сюда везли. И, как бы, сказали, что он буквально несколько месяцев здесь проживет, даже в самых лучших условиях. Ну вот, он прожил больше, чем 2 года здесь. Но благодаря ветеринарам и волонтерам Сеня прожил здесь свои лучшие годы. И даже после своего ухода он продолжает помогать людям. Сеня очень такой, ну, как медвежонок, необычный был. Медвежонок, у которого была своя комната в корпусе, своей кроватью. Вот, и вот у него здесь есть такой ящик, что если, например, у вас умерло какое-то домашнее животное, или сельскохозяйственное, вот, ему можно написать письмо, и Сеня его передаст. Центру можно помочь не только продуктами и медикаментами, но и руками. Велес живет за счет волонтерской помощи и денежных пожертвований. Все необходимые реквизиты будут в статье под этим сюжетом. Редактор субтитров А.Семкин